Ты это видел, что он делает с поп-итами? Давно надо было это сделать. Ну всё. Да что же происходит такое? Почему по всей лестнице разбросаны поп-иты? Я же тысячу раз говорил, убирайте за собой свои поп-иты и симпл-димплы. Симпл-димпл, поп-ит. Нет, мне это уже всё надоело. Ребята, что это такое? Симпл-димпл, поп-ит. Я знаю, что это симпл-димпл, а это поп-ит. Но почему они валяются по всему дому? Вы не убирайте их за собой. Да мы чуть попозже уберём, когда закликаем все поп-иты. Не-не-не, так не пойдёт. Я забираю у вас все симпл-димпл и поп-иты и объявляю 24 часа без антистрессов. Сюда-сюда. Давай-давай. Давай. Всё, то больше никаких антистрессов. Как же мне надоели эти поп-иты. Ребята, поставьте как можно больше лайков, чтобы мы с Аминой доказали папе то, что поп-иты любят все люди на этой земле. Вообще антистрессы – это лучшее, что есть. Аминка, ты не переживай. У меня этих поп-иток и симпл-димпл очень много. Вот, смотри. Вау, Камиль, откуда у тебя столько много поп-итов? Папа же всех забрал. Да, он забрал, но не все. Я спрятал по дому столько поп-итов, о которых он даже не знает. Он никогда их не найдёт. Круто, что ты придумал спрятать поп-иты от папы. Ребята, вы здесь? Мне нужна ваша помощь. Аминка, ты услышишь, что он поп-итов? Быстрее, давай, собирай все поп-иты и убегай. Ребят, мне ваша помощь нужна была? Не понял. Поп-иты? Я же запретил все антистрессы и забрал все поп-иты. Ну всё. Ребята, вы сами напросились. Мне придётся это сделать. Ну всё. Больше в этом доме поп-итов не будет. Давно надо было это сделать. Ты это видел, что он делает с поп-итами? Он их просто разорвал. А что будет, если он найдёт все остальные поп-иты? Не найдёт. Мы их спрячем в надёжное место. Ребята, как вы думаете, папа догадается, если я возьму этот поп-ит, засуну его в эту ёмкость, залью его водой и засуну в морозилку, и я думаю, что он туда сегодня точно не полезет. Камиль, ты что? Хочешь заморозить поп-ит? Это же нереально. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, получится у нас заморозить поп-ит или нет? Первое, что нам нужно сделать, это положить поп-ит в ёмкость и просто залить водой наш поп-ит. Всё, воды достаточно. Осталось поп-ит положить в морозилку и подождать 3 часа. Готово! Ребята, кто из вас будет пылесосить? Ладно, не хотите отвечать, не надо. Наверное, они на меня обиделись из-за того, что я забрал у них все пупы-ты. Мне не трудно, я сам могу пропылесосить. Странно как-то, пылесос совсем не тянет. Наверное, мешок забился. Давно не меняли. Сейчас поменяю и продолжим уборку. Что? Пупы-ты в пылесосе? Как они здесь оказались? Я же избавился от всех антистрессов в доме. Ну что, 24 часа ещё не прошли, а ребята постоянно нарушают правила. И поэтому мне приходится идти на самые крайние меры. Я хочу избавиться от всех поп-ит с помощью мясорубки. Я превращу все эти поп-ит в фарш. И после этого их точно больше никто никогда не сможет покликать. Ну а если вам интересно посмотреть, что с ними произойдёт, то прямо сейчас поставьте лайк под этим видео. Ну что, поп-иты, прощайте! Ну что, ребята, смотрите, что мясорубка сделала. У меня получился разноцветный фарш из поп-ит. Вот это жара! Надо срочно охладиться. Так, где там моя мороженая? Не понял, это что такое? Поп-ит? Это что ещё такое? Кому пришло в голову заморозить поп-ит? Кажется, я знаю, чьих рук это дело. Ребята, если вы думаете, что я не смогу достать ваш поп-ит изо льда, вы глубоко ошибаетесь. Сейчас я сделаю это. Ребята, как насчёт того, чтобы растопить замороженный поп-ит с помощью газовой горелки? Я думаю, что это суперидея. Ну что, поп-ит, держись! Смотрите, он уже тает. Кажется, поп-ит нагревается. Я его достал. Я растопил лёд с помощью горелки и достал поп-ит. Ну а сейчас я от него избавлюсь. Никаких поп-итов в доме. Ребята, у меня так много поп-итов, что я готов поделиться с вами. Но для этого вам нужно быть подписанным на наш канал. Нажми на красную кнопку и подпишись на наш канал. И тогда я разыграю тысячу поп-итов. Ну что, наконец-то мы выбрались на пикник. Сейчас отдохнём. И никаких симпл-димпл, поп-ит, сквиш. В общем, никаких антистрессов. Да-да, никаких антистрессов. Да-да, природа, чистый воздух и мы. Так, Каменчик, я надеюсь, ты не забыл палатку? Нет, конечно, я её взял. А где она? В багажнике. А, ну сейчас я её возьму. Не-не, я её возьму сам. Сейчас пойду. Нет, я сам возьму палатку. Не переживайте, ребят. Всё нормально. Камиль, я надеюсь, что ты не спрятал наши поп-иты в багажнике. К сожалению, я спрятал. Надеюсь, их папа не заметит. Что? Целый багажник поп-ит? О, нет. Кажется, он их заметил. Ну всё. Это было последнее моё предупреждение. Ну что, ребята, сейчас я перееду все эти поп-иты своей машиной. И я надеюсь, что это последние поп-иты, которые были у Камиля и Аминки. Ну и мне всегда было интересно посмотреть, что же с ними будет, если проехать по ним машиной. Камиль, мне так интересно, что будет с нашими поп-итами. Я думаю, колесо их просто расплющит. И их больше нельзя будет кликать, потому что машина очень тяжёлая. А мне кажется, что с ними ничего не произойдёт, потому что они из силикона. Ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что произойдёт с этими поп-итами, если их переедет в машину. Ребята, если вы хотите ещё видео про поп-итик, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!